Последняя неделя уходящего года, по традиции, пара детских утренников, новогодних сказок и, конечно же, чудес. На сцене Волгоградского дома офицеров развернулось необычное представление. Вместо традиционных изгнания Бабы-Яги и зазывания Деда Мороза, перед юными зрителями представало волшебство картины с песка. Легкую рукой невидимый художник рисовал далекие жаркие страны и снежную зиму, какой она выглядит в понимании народов тех стран. Но это было лишь начало. Впереди детей ждали чудеса науки, захватывающие эксперименты с сухим льдом и загадочными реактивами, с помощью которых можно получить праздничный разноцветный снег или зубную пасту для слона. Шоу является интерактивным, то есть каждый ребенок имеет возможность поучаствовать в нашем шоу. Мы приглашаем обязательно их на эксперименты. Они проводят самостоятельно под нашим наблюдением опыты, смешивают различные реактивы. Шоу абсолютно безопасное. По моей команде ты быстро выливаешь из одного стакана в другую лобу, считаешь до трех. Раз, два, три. И выливаешь риму на голову. Не забудьте считать до трех. Ну что же, я надеюсь, наука не подведет. Поаплодирую нашему смелому баллону к Юлии. Готовы? Готовы? Да! Выливаем. Считаем оттек вместе. Раз, два, три. Оп! Что же у вас произошло? Ну-ка посмотрим. Основная цель, конечно же, это увлечь детей наукой, сказать, что это очень интересное, это очень увлекательное дело. И сказать, что, друзья, наука – это здорово, наука – это супер. Поэтому я думаю, что даже уже в первом классе девочка или мальчик придет к своему учителю, скажет, Марья Ивановна, когда же у нас наконец-то будет урок химии или физики, мы хотим проэкспериментировать, провести различные опыты и узнать еще больше о химии и физике. Никого не оставили равнодушными жонглеры, акробаты и квилибристы. Детские взгляды были прикованы к маленьким чудесам, которые с легкостью выпархивали из-под ловких рук фокусника. «Сам был маленький, знаю, насколько это все приятно, тем более цирк. Это всегда радость, счастье, улыбки, восторги». «Цирковые номера, джонглирование, эквилибр на катушках, ручной эквилибр, хула-хупы». «Дети очень тепло принимают, хлопают». И, конечно же, не обошлось без традиционных подарков и хоровода вокруг новогодней елки. «Новольно, чтобы не было ни один, хлопают». «Новольно, с обошлом, хоро-хупы». «Новольно, шума-хупы». «Новольно, как нюня, охраня». Продолжение следует...